Ставки по ипотеке продолжают расти с конца прошлого года. На сегодняшний момент они уже достигли двузначных значений. По данным исследования платформы залогового кредитования, больше трети россиян отложили решение о приобретении жилья на заемные средства. Каждый второй из них именно из-за увеличения ставок. 27% респондентов все же планируют взять ипотеку. Но каждый третий рассказал, что не хватает денег на первоначальный взнос. По мнению экспертов, в этом году аренда жилья может быть даже выгоднее, чем покупка собственной квартиры в ипотеку. Те люди, которые не могут взять кредит, у которых нет наличности, они даже не столько хотят снимать, сколько они вынуждены это делать. Потому что есть определенный, должен быть у людей определенный запас денег для того, чтобы хотя бы взять ипотеку. Если брать в расчете на ипотеку, то это от 30 тысяч. То есть страховки, оценка недвижимости, банки все это не закладывают в тело кредита, они все это берут отдельно. Сейчас на рынке появляются квартиры, которые люди купили в период действия льготной ипотеки, чтобы потом сдавать. Большое количество предложений и высокий спрос на аренду жилья порождают огромное количество мошеннических схем. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо правильно составить договор аренды. Он должен содержать точный адрес жилья с указанием этажа и площади квартиры, паспортные данные обеих сторон, а также условия оплаты, размер платежей и их периодичность. По желанию собственника помещения может быть установлен размер залога и условия его возврата. В договоре необходимо указать, на каком основании арендодатель имеет право распоряжаться квартирой. Можно сходить в МФЦ и заказать выписку. Это так называемые выписки на объект. Ее можно заказать абсолютно любое лицо, не являющее собственником помещения в том числе. Просто нужно назвать адрес. Это совершенно недорого, там от 200 до 400 рублей, но это дает большой объем информации. Кто действительно является собственником на данный момент, когда мы заключаем договор, находится ли в залоге эта недвижимость, не обращено ли на нее какое-то взыскание. Прежде чем подписать договор, необходимо полностью осмотреть арендуемую жилплощадь, проверить исправность сантехники и бытовых приборов. Юристы советуют дополнительным приложением к договору составить список предметов в квартире, которые передаются в пользование нанимателю, а также указать их состояние. Это позволит избежать проблем при выселении и получении залога. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.